Доброе утро дорогие друзья с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер и вот я сегодня возвращался у женой пора на работу 6 утра и смотрю в подъезде стоит мониторчик выброшенный то есть на тебе боже что мне не боже ну я его как следует разобрал чтобы добраться до того что мне было нужно пришлось конечно все разобрать нужно было мне вот это это не что иное как поляризационный пленка и вот с ее помощью я думаю мне удастся сделать такие поляризационные хотите назовите но я не знаю видно вам или нет то есть бэкграунды которые говорят сейчас совсем сумасшедшие в тренде ну посмотрим то есть это вот такое было начало а там поглядим что получится да у меня сегодня другая работа вообще-то планировалось но у нас попалось такое ладно сделаем ну а теперь давайте посмотрим что я тут на собирал какую схему просто светильник скажем так не обращать внимание что это лампы языке тут можно хоть фонарик хоть что главное что параллельно почти висит наша пленка который я добыл из мониторчик кстати запчасти уже вырос так здесь стоит экран но это может быть просто стена у вас так и камера ну вот пожалуйста чем вам не край планеты да причем я вот здесь поставил штатив для чего с помощью этого штатива сейчас секунду я могу двигать и таким образом менять ну вот допустим вот такой радиус вот так потом почему штатив я могу конечно руками на руками двигается ребята и вот так таким образом так сейчас секунду я могу делать любые сейчас я уберу штатив покажу все зависит от поворота разворота то есть от того как будет расположен этот и вот этот под каким углом и тогда мы тут экспериментировать делать любые галактики что хотите ну вот давайте я сейчас сделаю несколько снимков а потом вам покажу фотошопе что мне это дало окей ну вот то что мы с вами на снимали дорогие друзья с первой стороны а с первой стороны с виду смотрится как бы ну бледненько да как бы не очень но ребят мы же снимали с вами в raw формат ну давайте вот откроем это в в raw формате в конвертере и посмотрим так лишь неказисто это все будет добавим контраста так то есть уже делаем черное космическое небо так далее четкости чуть-чуть красочности можно добавить можем убрать цвет то же самое затемнение ну и вот мы получили с вами вот такую картинку на которой можно уже что-то располагать кинуть отсюда звезды и будет очень даже неплохо сегодня мы с вами это попробуем так как минус делаю сейчас посмотрим еще что у нас там есть ну допустим вот такое у нас есть созвездие так мы там открыли вот в этом конвертере вот то есть видите уже в принципе можно с этим что-то делать она выглядит очень-очень-очень так это симпатично также мы и другие можем попробовать где-то я тут вот такое мне понравился тоже посмотрим то же самое контрастность добавляем дальше уже по желанию четко сможем делать можем не делать ну и тут уже говорят конечно же можно со звездами там со всеми делами с планетами очень неплохую такую галактическую туманность получить если мы еще тут под закрутим кое-чего очень хорошо все выглядит смотрите ну что ж дорогие друзья на этом все желаю вам творческих проб если вам понравился этот способ то можете его тоже повторить это не будет сложно в домашних условиях и со сломанным монитором всем доброго пока